Один ремарк. Я хочу спросить у зала один вопрос. Я 300, может 400 раз услышал слово токен за сегодня. Кто знает, что такое акция? Просто акция. Окей. Представьте себе, что это пустой лист, на котором записаны права, которые даются определенному человеку, соответственно, с определенным объектом. Это может быть часть фирмы, это может быть цифровая информация. В конечном итоге, что мы сделали все? Мы дали компьютерным экспертам начать играться с нашей финансовой системой, с нашей юридической системой. Система, которая развивалась сотни лет, сейчас новое название, классное, токен, заменяет акцию. Эту акцию раньше прикрепляли только к фирмам, сейчас ее прикрепляют к IP, к песням, к одной миллионной части песни. Получилась очень простая вещь. Сидят эксперты по компьютерам, которые прекрасно знают, о чем они говорят. Большая проблема, что в зале сидят юристы, сидят экономисты, сидят политики, сидят люди, которые 90% своего времени к компьютерам не имеют никакого отношения. И то, что мы здесь пытаемся создать, мы не пытаемся создать какую-то новую экосистему, какую-то технологию, мы пытаемся просто придумать заново финансовый порядок. И вот это вот самая огромная проблема. Из-за этого бешеный хайп был по этому поводу. Все оппортунисты, которые решили, что они вдруг станут миллиардерами, первый, который купил пиццу за биткоин, сегодня мог бы купить Microsoft или что-то вроде того. То есть, на самом деле, это не та технология, которая изменит нашу юриспруденцию и наш финансовый мир. Но при помощи этой технологии мы сможем сделать очень большие вещи. И поэтому, все-таки я еще раз повторяю, что смешивание этой технологии с другими может помочь нам, а не помешать.